Ну что ж, потихоньку бойцы у нас уже собираются. Ну и посмотрим, что из этого всего выйдет. Вторая карта у нас Буря в пустыне. На площади сейчас будет у нас ходочка на живой раунд от наших коллективов. Ну и там посмотрим, кто кого, кто как, кто где. Чик, гоу. Отлично, поехали. Гоу, 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 гоу. Бум, начало. Ну что ж, посмотрим, как на Буре в пустыне парни будут себя чувствовать. Но здесь коллектив Акцесс просто обязаны до последнего бороться. Иначе и в этом противостоянии они могут отлететь и уже упадут в сетку лузеров. Знаешь, я сейчас такой звоню братику, говорю, Матвей, чего ты хочешь на день рождения? Ну, а они здесь, ну, рядом со мной находятся? В аквапарке, ну, то есть детский аквапарк здесь, вон, они поехали там якобы отмечать. Он говорит, ничего, я купаться, короче, убежал, короче, прыгать. Потом я, короче, говорю, пап, типа, спроси у него, чего он хочет. Он говорит, констудуктет. Я такой, ну, окей, типа, будет тебе. Бойсой констудуктет хочу. Что-то такое, это, сейчас лажу на сайте, смотрю просто, где конструктор продается. Ну, я не вижу смысла брать конструктор не лего. Ну, то есть, если брать, брать хороший, типа. Так, конструктор лего, ввожу, ну, и такие цены, знаешь, самый маленький конструктор, там, ну, 2,5. Большой конструктор посмотрел, большой конструктор, большой конструктор. 13 тысяч, 15 тысяч, такой, ну, нормальный мне конструктор придется покупать. Ну, нет, ну, тысяч за 5, наверное, какую-нибудь возьму, так вот, ну, что поделать. Да, ну, офигеть. Вот в наше время были конструкторы. Чего хочешь, собирай, хочешь машинку. Металлические, металлические запчасти, которые никогда не ломались. Вот, вообще, абсолютно никогда, сколько угодно. Я вот даже проглотил какую-то маленькую деталь, она до сих пор во мне сидит. Так, я, кстати, ставочки на вторую карту пока открою. Да, да, давай. Так, ну, что ж. Давайте посмотрим, что будет тут. Парни у нас уже готовы рвать, крушить и убивать. Также коллектив Плэнк ждут своих оппонентов сейчас в сетке лазеров. Ну и посмотрим, кто кого перестреляет. Итак, коллектив 5 элемент у нас принимает решение отыгрывать сейчас на обороне. Тем временем, коллектив Акцесс активно начинает прессить уже лонг. Здесь Дистракт летит на всех парах с уашками. Ну и менталитет готовится контролить своего оппонента. Но какая пачка взлетает, просто жесть. Так, Тимоха также отпадает. Да ладно, здесь просто Дистракт соло открывает бету и просто ему никто не может препятствовать. 505-й тем временем летит через девятку. Защекал Аризону. Сейчас бы попасть, да, Андрей? Взлетает все-таки минус от Аризоны. И Пионер тем временем отвечает разменам. Пионер на всех парах несется сейчас через лонг. Но тут уже просто нету никаких вариантов. Может один, два минуса. Ну да, два минуса залетает. И этот раунд все-таки падает в копилку коллектива Акцесс. Ну все-таки он вообще сделал три фрага. Но команда могла бы помочь на самом деле. Но что-то не могла. Ну ладно, посмотрим как будет протекать второй раунд. У нас Акцессы снова по длину, видимо, заливаются. И получится ли здесь держать натиск у Тимохи менталитета. В этот раз увидим. Прямо сейчас три человека на длине. У команды Акцесс очень стремительно. Стремительно занимают лонг. Ну и чем же это занятие, так скажем, закончится? Ну вот менталитет агрессивно выходит. И на префайре ставит пачку по дистракту. Хаешка, хорошая чика, залетает еще у чика проблемы. Минус от Тимохи, отлично. 505-м также подключается Рико номер 1. Делает только один минус по второму этажу. Там Стиви был у нас. Ну и теперь вдвоем вместе с Аризоной будут у нас играть товарищ Рико и Аризона. Ну и менталитет. Закрытый смотрит выход из длины. Здесь найдет сейчас он, конечно же, Аризона. Если просто выгонит и дым кладется. Но не сшугнул. Не сшугнул менталитет Аризона. Но за Аризоной здесь, конечно же, хорошая позиция. Ну и Рико номер 1 в соло остается. Которого также Пионер забирает. Это 1-1. Быстрая ответочка от 5 Элементов. Ну что ж, неплохо-неплохо. Пионер продолжает набирать фраги в свою копилку. Уже 4-1. К холпу. К холпу. На холпу приходит менталитет. Оформил даблкилл в предыдущем раунде. Ну и посмотрим, что будет далее. Есть активная работа у нас под площадь. Там уже Дистракт начинает активно воевать против своих оппонентов. Заходит на нижнюю тумбу. Ну и здесь Пионер просто уничтожает своих оппонентов. Ничто ему это не мешает сделать. Рико номер 1 сбирает Стива. Да, Аризона и Джактон моментальные размены. Но Пионер поставил пачку по Рико на Бруан. И моментально словил свинца от Аризоны. Менталитет остается соло против двоих своих оппонентов. Залетает хэдшот по Аризоне. И здесь Джактон должен прекрасно понимать то, что его уже дожимать не будут. А будут спокойно контролить. Но нет, он все-таки сидит по-прежнему в кишке. Выдерживает какой-то тайминг. И сейчас менталитет просто слышал, как топнул Джактон. И это ответка уже вторым раундом. Оборачивается для коллектива акций АС-2-1. Ну что, теперь в пору заявить о себе на центральной части карты со сплитом второго этажа. Посмотрим, получится у них это или нет. Кстати, нет. Не получается. В каким-то считательным образом Стивос забирает Аризону. Ну и полетели снова прогрены, хаешки. Все, что только можно задействовать. Задействовали у нас Five Elements. Но напомню, что с недавних пор у нас... Ну как с недавних, с начала этого сезона. У нас ввели купон на вторую гранату. Поэтому здесь можно прям устраивать. Бабах-бабах. Ну что, выход по длину. И здесь ноталитет неплохо встречает. Но моментальный размен от Чика дает о себе знать Стиви. Встречает одного. Хоронит у нас товарища Стиви. И здесь на бете у нас Пионера забирает Чика и Рико номер 1. Один в два. Есть инфа по Пионеру, но нет инфы по 505. Кстати, у 505 тоже довольно много хп, а именно 68. Поэтому здесь Рико придется действительно очень тяжко. Пусть у него и соточка на здоровье. И какой тайминг ловит. Просто разминулись, как в небе самолеты. Пусть будет так, как в море корабли. Как мы с Максимом. Мы не разминулись. Но мы с тобой бываем, разминаемся. А, ну ладно. Ты размялся, я размялся. Ты размялся, я размялся. К турничкам. Да. Рико номер 1. Один в два отыгровка, поставлен бомбой. 25 секунд еще остается. И не может Рико запрыгнуть. Много съел сегодня чего-то. Калорийного. Ну и, соответственно, это третий раунд в исполнении команды Five Element. Но пока что все складывается очень неплохо. 3-1. Посмотрим, что будет далее. Ну и, собственно, как же пройдет у нас первая половина второй карты. Как парни будут действовать. Но пока что все крайне плохо складывается для коллектива Акцесса. Вот у них начало было прям шикарным. Дистракт просто оформил бету для своей команды. Так, ну все, заходите, парни. Здесь все для вас открыто. Аризона, тем временем, работает уже на нижней кафешке. Пионер его отключает. Джактон хоронит двоих. Рико номер 1 также минусует пионера. Но и здесь менталитет остается соло. 24% здоровья на хилбаре. И это очень-очень плохо. Совершенно не есть комильфо для этого парня. 1 в 4. И тут уже придется вы как не сладко. Тем более спалил свое местоположение. Работает через метр. И здесь чик моментально его минусует. Ну что ж, 3-2 попахивает ответными раундами. Начало миссии. Моментально делают размен. Ну и даблкил все-таки оформляет чик. И 1 в 2. На самом деле я думал, здесь моментально захлебнется вся эта атака. Но каким-то образом разменялись ребята. Более-менее в плюс для себя. Но, как в итоге, 1 чик остался. Стиви на длине пионер у нас находится. Непосредственно на первом этаже. Чик 1 плюс 2. Стиви занял лонг. Поэтому здесь обратной дороги для чика. Вообще нету. Только устанавливать бэмбу. Бэмбу. Установи бэмбу, брат. Ну или же, конечно, уйти просто по железу. Я тебя знаешь, как сделал? Вот такой бежишь-бежишь. Буковой запрыгнул на железо. С альфа спрыгнул на мидл. И через мидл пошел в бэтроп ходить. Я не знаю. Я бы отвечаю. Я бы сейчас так сделал. Как всегда, на зло это был бы не дефьюз какой-нибудь. Но Чик все-таки... Да, Чик принимает решение сыграть относительно агрессивно моего варианта. Но не знаю, получится или нет. Потому что здесь Стиви вроде на бомбу уже сел. Но его пионер здесь как раз таки и поджидал. Четвертый раунд. В исполнении 5 элементов 4-2. Отрыв уже в 2 раунда более чем весомый. Но посмотрим. Может быть сейчас коллектив акций потихоньку будут сокращать данный отрыв. Но... Такое дело. Итак, у пионера крайне жестко заходит данная карта. Карта 10-3 уже просто настреливает. И 505 принимает решение агрессивной игры через мидл. За это его чуть ли не наказал дистракт. Отнял максимальное количество здоровья. Но и сейчас 505 крайне рыдовый. И тем временем пошла работа под бетом. Здесь менталитет будет обороняться с Тимохой на песках. И Чик просто заходит. Тимох моментально с ним разбирается. Вперед залетает Джактон. Есть минус по менталитету. Здесь должен штрафовать потихоньку Тимох от своих оппонентов. Ну и просто в нашивку влазит. Не знаю зачем. И Стив остается соло. Здесь девятки еще должны были чекать. Да, так и происходит. Здесь Реконобруа. Но и что-то как-то Фазума особо не задался. А вот это 4-3. Стареет на глазах. Обычно он всегда таки 10 из 10 подал раньше. Но сейчас что-то то ли руки не помню, то ли Стиви уже совсем старый. Ну что, снова агрессивная методика исполнения. За команду КТ от Five Elements. Но пока не приносит на свои плоды. Вроде бы поджать поджали. А дивидендов это пока не приносит. Но Спионер получает Хаёшку с ее под ноги. Но ее здесь быстренько миновал. Но вот менталитет на перекрестке Спионер. Хорошо здесь. Забревает Аризонт. У нас Жакон отвечает двумя киллами сразу в менталитет. Только разменивается подчилку. А товарищ Жакон, ты еще жив у нас. И Бета-то уже по сути занята. И здесь нужно пионировать Стивиосу. Как-то действовать уже более агрессивно. Потому что установка бомбы сейчас у нас происходит. И выбивание 3 в 3. Обычно интересно смотреть за таким выбиванием. Когда ситуация 3 в 3, в 4 в 4. Ну и вот Реконобруа. Забирая Стивиосу. У нас там же пионер получает по голове. И Жактона еще приходит здесь у нас на пионер. И Скис забирает менталитету. Отличное исполнение этого раунда от команды Акцесса. Это 4-4. Последний раунд первой половины. Ну что-то как-то крайне расслабили сейчас коллектив Five Elements. Я ожидал от них больше отыгровки на обороне. Все-таки здесь эта сторона действительно считается наисильнейшей. Но 4-4. Здесь Акцесс просто задают жару своим оппонентам. Посмотрим, что будет далее. Но пока что Акцесса делает неплохую заявочку на то, чтобы забрать первую половину. Есть минус А3К номер 1. Забирает Стиви. Ну что ж. И пошла работа на пески. Здесь Жактон отключает Тимоху. 505-й дает неплохой минус. О-е-е-е. Здесь просто основная команда Акцесса в полигла. Основная часть команды. Отлетает. Ну и Пионер также заходит в песков. Есть минус по Джактону. Дистракт остается соло. 31% здоровья. Один против двоих. У Пионера 77 хп. И у 505 100. Ну что ж. Кто кого. Дистракт. Или же 505-й с Пионером. Установка Планета у нас начинает производиться. Ну допускает. Допускает такой вариант сейчас. Ребята. Ну и посмотрим что будет далее. Ну и здесь все-таки Андрей Калугин врывается в позиции Планета. И дает неплохой минус. По своему оппоненту. 5-4. Первая половина сейчас за коллективом 5-й элемент. Ну что будет на смене сторон. Посмотрим. А на смене сторон я думаю нас ожидает не менее захватывающее противостояние между этими командами. Потому что если сейчас Акцесса допустит поражение для себя в этой карте. То они в нижнюю сетку лазеров вот так вот по спиральке падают. Ну не знаю. Посмотрим все-таки один раунд преимущества за 5-й элемент. Но честно говоря Акцесса хорошо отыграли в этой половине. Я даже на какой-то момент подумал что они заберут даже первую половину для себя за атаку. Но в последний момент 5-й элемент собрались. Ну ладно. Смотрим мы за продолжением этой карты. Но если сейчас 5-й элемент выигрывают. То они обеспечивают себе место в верхней сетке лазеров. Ну а дальше у нас кстати ребята после этой карты. Если она закончится в пользу команды 5-й элемент. Вас ждет противостояние команды Акцесс против команды Плейнг. Две азербайджанские пятерки схлестнутся друг с другом. И я сейчас задумался. Учитывая в каком контексте там не знаю прозвучало слово размяться и схлестнутся. Две азербайджанские команды. Я думаю че-то сейчас что-то подумают. Ну ладно. Надо подумать в правильном русле ребят. Ни в коем случае ни в каком-то там другом. Ладно у нас аркады 5-й элемент быстро занятие тройки. Там Аризона моментально находит своих оппонентов. Но кстати 5-й элемент оформляет первый фраг без себя. Ну и вот этот Аризон как раз следует размин. Занятие бета видимо у нас будет окончательным. Но здесь Джактона если не прочекают. Очень долго на самом деле заходят 5-й элемент. В это время уже успевает стянуться и Чика по железу. Но Чика здесь вообще в спину должен двоих забирать. Но каким-то образом он проглядел. Ну вот зато 505-й делает грамотный минус по Джактону в планту. Ну и остается последний. Рико намбор ват. Ну что же Рико потащит ли этот клач раунд для себя или нет. Ой-ой-ой-ой. Это было больно. Это жестко. 9 хп остается. Ну что же 5-5 потихоньку коллектив акцесс сравнивает позиция. Миссия успешна. Начало миссии. Так, ну что ж. Давайте посмотрим, что у нас будет далее. Как будут развиваться события. Пошла у нас работа от коллектива 5-й элемент полностью на лонг. Там Аризона будет обороняться на данный момент. Но спокойно запускает своего оппонента на пески. А здесь все заминировано. Не так-то просто все оказалось. Зачекал Дистракт сейчас Тимоха. Забирая своего оппонента. Но Аризона на прошиве дает ответный минус. Джактон. Опять же минус в хвосте его. Пионер отвечает разменом. Ну и здесь 505-й на песках. Сейчас если Пионера отключают, то будет крайне сложно. Но пока что Пионер не теряет ни одного процента здоровья. Здесь 505-й. Прекрасно слышал своего оппонента. Рика номер 1. Но ни тот, ни другой. Дэмод же пока что не забрасывает. А вот по 505-му уже залетает неплохой дамаг. И Пионер остается соло против двоих своих оппонентов. Рика 21% здоровья уходит под позиции Альфы. Ну и пока что все крайне складывается не в пользу Михаила. Решается все-таки зайти сейчас под Альфу. Нет, не туда, Пионер. Что же ты делаешь? Почему не упала своевременная информация? Почему ее просто не было? Пионер 74% здоровья. Но здесь не было никакой инфы по Чеку, у которого 68 хп. И уже преимущество за коллективом акции 6-5. А знаешь, как переводится Чик? Щека. Вот так вот. Пропал. Щека забирает менталитет. Ага. А нет, менталитет забирает Джактона. Вот так. Вот такой вот контравыпад от команды Байф Элеменс. И Бета уже занята. Идет установка бомбы, наверное. Но нет, Дистракт здесь помешал немножко менталитету. И, соответственно, Тимох откликнулся на этот фраг. Но Аризона также делает минус. Да, боковой Чик еще живет. И один хп у него остается. Здесь Рико Набарван также с Бесков уже будет хлоповать. На 505-й не будет. Работ по Чику. Теперь они разградят еще Аризону. Но и Рико Набарван остается 1 в 3. Уже один в 2 минус 505-й. Если он заберет и этот клатч раунд, то, я думаю, в Азербайджане можно будет поставить памятник напротив киевсишки. Ну, посмотрим. Даблкил. Ну и что-то, кажется, дело пахнет третьим фрагом. Нет, не вовремя отвернулся Рико Набарван. А такой вот памятник можно было забацать пацану. Но, тем не менее, счет становится 6-6. Ну что ж, с памятником подождет. А пошла работа у нас вновь под лонг. Там ребята довольно-таки агрессивно начинают действовать. Сейчас как бы не пролететь на сишках. Менталитет на всех парах несется под бетом. И сейчас должна быть уже информация по Джактону. Также есть информация по Аризоне. Забрасывают парня хаешками. Аризона попытался удрать ноги, но нет. Не тут-то было. Менталитет хоронит двоих своих визави. Просто при заходе в позиции беты. Установка Плэнта уже производится. Чик будет работать сейчас на пропрыжке. Да, дропается на песке. Пытается зачекать своих оппонентов. Рико Набарван находит минус в лице менталитета. Откид хаешки. А с хаешки также у нас отлетает 505-й. Ну и уже позиция 2 в 2. Рико Набарван по-прежнему работает через свою бока. Но Тимохас справляется со своей грязной работой. Минусует Чика. И Пионер отвечает минусом по Рико Набарван. И уже 7-6. Давай порассуждать на тему грязная работа. Почему это грязная? Потому что надо убивать, проливать кровь. Как правило, это грязная работа. Ладно, убедил. Стиви, опенфрак поджак. Но имеется у нас неплохо. Сплит-мидл должен зайти. Сейчас менталитет также на тройке. Забирает дистракты. И один Аризона только у нас на выплату. И сейчас у него могут возникнуть огромные проблемы. Но все-таки делает минус по менталитету. Но здесь Тимоха. Еще. Имеется в активе, поэтому Аризона погибает. Ну и Рико Набарван снова 1 в 3. И снова Тимоха его здесь наказывает. И уже восьмерочка за командой. 5 элементов. Ну что ж, парни дают жару. Довольно-таки неплохо. Раскочегарили сейчас своих оппонентов. Но посмотрим, как коллектив Акцесс будут действовать далее. Вот от них никаких действий не происходит под бета. Они прекрасно понимают то, что бету сейчас прорывают просто как нефиг делать. Но почему никто ничего не пытается сделать? Туда никто не стягивается. Отпустили мидл. 505-й спокойно заходит сейчас на пески. А Дистракта залетает минус. Потому что 505-му Аризона все-таки разбирается с Тимохой. Но здесь менталитет, боже, как ты не отключил своего оппонента. Но Сип откидывает Хаешку, забирает Дистракта. И Пионер остается соло. Зачекал одного, зачекал второго. Есть даблкил в исполнении этого парня. Ну и 46% здоровья. Здесь против Ашек будет крайне сложно ему поспорить. Но тем не менее он и делает третий минус. Просто Пионер зажигает. Здесь Чик выходит в спину. Но если еще и Чика заберет, это просто экшен 24 хп. Вот еще чуть-чуть поменьше хп у Чика и все. Просто бы Щика спала у нас сейчас. Но нет. Щика, ты спишь? Щика, не спи. Щика, нам нужна халпа. Ок, бро. Он такой выручает. Щика на месте. Ладно, ладно. Рофлы в сторону. Конечно же, мы с тобой жуткие. Рофлеры, но не такие, как Передоз. Из команды Абрайзенков. Ну ладно. Ну мы учимся. Передоза, поэтому все нормально. Скоро Передоза объявляется открытой. Ну что, Рико на Бармалу. Был фраг по Стивосу. Забирает товарища Рико Стиви. Ну и вот здесь менталитет получает по голове. Какой жесткий фраг в исполнении Рико. Но Тату Дистракт. Дистракт и Моха забирает Пионера. Только делает минус по Джактону. И 505 вместе с Пионером. Потащит ли Клач раунд или нет? Похоже, что... Нет, 505 погибает. Но Пионер еще пока в деле. Два фрага от него имеется. И возможно, это будет АС. Возможно, это будет АС. Если Аризона, конечно же, в спину сейчас... И он сам приходит спиной к нему. Просто пришел и умер. 8-8. Так, ну вот. Паритет в счете у нас вновь восстановлен. И мне кажется, здесь у нас будут дополнительные раунды. С учетом того, как парни просто устраивают качели. Итак, будет ли у нас вновь агрессивная работа через лонг? Да, Пионер, Тимоха и Менталитет начинают прессинговать там своих оппонентов. Джактон и Аризона по-прежнему обороняются под бетой. Дистракт, если что, будет на моментальной стяжке. Пропрыжки. А тем временем пошла работа у нас также под кишку. Ребята неплохо накаляют ситуацию под Альфой. Аризона обороняется под Б. Пытается в дмах как-то найти своих оппонентов. Но это все пока что безрезультатно. Заминировал Аризона подход к своим позициям. Но Сишка взлетает просто в никуда. Пока что без минусов, даже без единой потери. ХП, ребята, отыгрывает. Ну вот, от кит ХЕ уже по стиве залетает демэдж. И должны уже потихоньку, ребята, открывать минуса. Да, Рико Номер 1 дает минус по стиву. 505-й моментальный размен. Дистракт также отлетает. Менталитет оформляет даблкил. Заход под Альфой у нас осуществляется сейчас от коллектива 5 элементов. И слышит перетяжку Пионер. И это просто браво. Просто молодцы. Ребята сейчас очень хорошо раскрутили своих оппонентов. Сразу же отключили двух НВП команды соперника. Ну и, собственно, один матчпоинт. Пахнет, пахнет, пахнет. Чем же? Конечно же. Еще одной карты в исполнении команды 5 элементов, если сейчас аксессы не соберут всю свою силю в куляк. Силю в куляк не соберут, а не проиграют раунд. Ну ладно. Снова выход длины с плитом через биддл. Слышно. Так, вот так, теперь точно слышно. Команда 5 элементов начинает выход длины. И прессинг выдает, на самом деле, очень хорошо. Забирают они Джактона. Ну на тройке здесь светится Дистракт и может здесь погибнуть, но нет, все-таки делает минус. Но от 505-го нужна была поддержка. Аризонт так забирает Тимоху. Дистракт не плохо работает по Стивосу. И 505-й только сейчас подключается. Это может стать бедой. Рико номер 1 должен хранить здесь 505-го своим девайсом. Ну и один с хп. 505-го остается. Пионер, спина выходит. И это 9-9 дополнительные раунды в этом противостоянии у нас. Ну что ж, вот я же говорил, что-то тут, что-то тут нечисто. Что-то тут допами попахивает, ребята, немного. Ну и вот, собственно, дополнительные раунды в студию. Но посмотрим, как парни сейчас себя поведут. К концу данной карты коллектив 5-элемент немножко раскочегарился. И если ребята сейчас возьмут по максимуму раундов на первой половине допов, то, мне кажется, уже на обороне для них не должно составить какого-то великого труда для того, чтобы дожать уже своих оппонентов. Но посмотрим, посмотрим, как это все будет происходить, что парни будут предпринимать. Но как-то... Пока что не очень все происходит. Вот это вот просто ощущение то, что два раунда осталось, парни, надо дотащить. И вот, как правило, при таком ощущении, при такой жажде этих двух раундов, начинаются проблемы у команд. Приветик, а Лисенку пишется, у вас... Залетает, залетает. Приветосик у нас от Ильи Хайдарова, а Лисенку. Ну и что, Менталитет, агрессивный выход на лонг. Здесь Жактанова уже готов встречать, но... Пока контакта как такового не имеется. Но вот сейчас, вот, товарищи, Менталитет могут возникнуть проблемы. Но здесь Аризона хорошо, по ним работает. 505-й также минус по товарищу Аризоне. Пионер забирает дистракты, чьих меняется фрагами. В 505-м и здесь уже у команды, кстати, есть проблемы, потому что бета занята. А Жактан здесь один на перетяжке и работает он довольно-таки неплохо. Но здесь Пионер его все-таки наказал. Пионер, на самом деле, этой карты просто не MVP, а MVP-щищище. MVP-пи-пи-пи-пи-щищище. Ну, отлично, здесь работает. Ой, и Стивен, начекал у нас товарища Рика Набрвана. Стивен пытается подобрать здесь АУК, но ничего не получается у пермского снайпера. Пионер пока что еще жив. На него также имеются планы у Рика. И Рика здесь неплохо его забирает. Но и Стиви просто убегает в Альфу. Я тут должен понимать прекрасно товарища Рика. Но и здесь получится ли у Рика забрать еще этот клач-раунд. Я уже сбил со счета, сколько Рика забирает здесь клачи. Но пока все довольно неоднозначно. Стиви здесь уже в упор подпускает к себе товарища Рика Набрвана. И какой жесткий ФЗ от Стива Восика. И это 10-9 в пользу команды Файфелемен. Сейчас не знаю почему, но немного забавно выглядела такая перестрелка. Рика Набрвана с вашей... В ответку... Начинает садить у нас потихоньку Стеоз. Ну и собственно забирает раунд для своей команды. Остается еще два раунда. Смогут ли сейчас коллектив Файфелемен дожать эти два раунда в свою копилку? Или же все-таки коллектив Аксесс как-то будут огрызаться? Но по Чико уже залетает довольно-таки неплохое количество демеджа. И здесь Аризона меняет все-таки свое местоположение. С бета перетягивается под верхнее кафе. Дистракт дропается под песок. И сейчас у менталитета огромные проблемы. Бету просто закрывают четверо игроков. Под Альфой пока что наблюдается только Аризона. Ну а Джактона залетает минус по Стиву. Менталитет отвечает разменам. И Пионер остается соло против четверых своих оппонентов. Но трое из них в края. Рыдовые. Уже есть информация сейчас по Пионеру. Ой-ой-ой. Аризона отлетает моментально. Также есть информация по Рика Набрвана. И есть перетяжка под Альфу. На данный момент ребята готовятся здесь принимать агрессивного Пионера. Но посмотрим, что из-за того выйдет. Зачекал Чика. И стягивается под кафе. Сейчас только на слух могут полагаться ребята. А вот и у Чика должна быть информация на данный момент по Пионеру. Пионер потихоньку да помаленьку проходит позиции. Пошла перестрелка. Чик спалил свое местоположение. Есть минус. И здесь на всех парах летит Рика Набрвана. Халповать своим тиммейтом. Но 100 хп против 14 у Ашки. Против Ауга. Я не знаю, это такое дело. И сейчас чуть ли на припаре не отстрелил своего второго оппонента. Но и здесь просто с двух сторон бедолага зажали. 1-1. И того 10-10. Общий счет. Пионер просто батя. Просто батя этот Пионер. Не знаю, он здесь просто хоронен всех и вся. Кстати, немного ему не хватило на взять эту рамп. Опять хп уставалось. Кого-то уж точно не помню. Но, тем не менее, тем не менее. Счет 10-10. И последний рамп в первой серии топов у нас прямо сейчас. И если команда Five Elements его заберет, то аксессов на смене сторон будут... A lot of problems. A lot of problems. Problems, problems. Troubles, problems. Как-то так. Учим английский на стриме вместе с Германа. Так, ну что же. Тимоха с Пионером готовы выходить в длину. Но мне немножко непонятна задача 505-го. Да, он отыгрывает второй этаж. Он вроде чекает кишку. Но зачем ты сплитишь второй этаж, если у тебя команда играет второй плюс в длину? Тебе нужно как минимум либо просто с Ленина халповать, либо идти так же по длину. Но не надо выходить на второй этаж. Но вот есть выход в альфу. Если он комитет сгорает одного, но здесь сразу три игрока в аксесс на альфе. Поэтому здесь просто ни в какие ворота не лезет эта атака. И остается последний Стиви, который так же погибает. Ну что же, 11-10. Рико Набарман хоронит надежды команды 5-фэлемент. Ну, посмотрим, как у нас все развернется. На смене сторон там парни должны отыгрывать более жестко. Но здесь... Сейчас парни зафейлились с выходом под альфу. Там были моментальные перетяжки абсолютно со всех позиций. С кишки пришел один игрок. С железа двое дропнулся... А, один дропнулся. И еще и в позиции планета находилось до игроков. То есть здесь уже просто со всех сторон были зажаты ребята. Ну и, собственно, попали вот в такую мясорубку. Но, тем не менее, что сделано, то сделано. И у Тимохи пока что не получается на все 100% реализовывать свой девайс. Я не знаю, как-то за снайперами вообще во всех командах, какие я ранее наблюдал. Да, за все время, сколько я на арене. Помню, Бутчер отыгрывал с АВП очень неплохо. Играл он в команде пингвинов. Пингвинов. И... Ну, Панда, это понятно. Я его еще на тот момент не застал как стример. И все. В принципе, я пока что снайперов действительно на более таком высоком профессиональном уровне легендарного элитного дивизиона не наблюдал. А, да, фридос еще, фридос, точно. А так, для меня вот снайперы, они порой просто в команде служат каким-то икорьком, которые в нужных моментах остаются один там против двоих, и поднять девайс не получается какой-то аук там, да. И просто с кемпой, когда тебя жмут там двое штурмайков, а если эти штурмайки еще и суашками, то это просто ад начинается. Поэтому, ну, как-то я к снайперам немного скептически отношусь. Особо я в них не верю. Ну, посмотрим. Посмотрим, как парни будут действовать далее. Надеюсь, все-таки сейчас будет реализация данного девайса от стивоса. Ну, и, собственно, он покажет, на что же он способен. Итак, пошла у нас работа уже под лонг. Там Джактон и Чик. Давайте посмотрим, как Тимоха будет обороняться. Также заминировал позиции уже здесь. Проход как бы закрыт. Но посмотрим, насколько эффективно это все произойдет. Активно ребята действуют через лонг. Ну, и также начинает накалять ситуацию площади. Проход под бету начинает осуществляться. Джактон забирает Тимоху. Уже имеется опен фраг. И размен моментальный от 505. Неплохо. Аризона попытается пройти сейчас мидл. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как сейчас залетело по 505-м. Аж мне больно стало. Но. Опять же, опять коллектив Eiffelments начинает провисать в обороне. По сути, здесь... Это довольно-таки мощная сторона. Я не понимаю, что с парнями не так, но просто не могут перестрелять. Пионер продолжает войну с Аризоной и все-таки забирает своего оппонента. Но остается один против троих вновь. Ну... Будет ли это квадро в его исполнении или нет? Должен был зачеркать сейчас рекам. Герман, подхвати. Ага, ага, ага. Так, ну что, у нас пионер 1-2 остается. В принципе, таймер предательский тикет. Не в его пользу. И дистракт его здесь уже набревает. Ну что же, счет становится у нас... Так, счет, кстати, кстати. Первой половиной выиграли Аксесс. И ему, по-моему, еще одно раунд. Один раунд достаточно забрать за атаку. Да, совершенно верно. Одиннадцать десять был, сейчас двенадцать десять. Ну что же, посмотрим, смогут ли забрать Аксесс и вывести на третью карту Five Elements. Ну посмотрим, здесь заминирован выход на лонг. Сразу три сишки стоят, но неплохо. Ну и здесь дистракт, Джактон и товарищ Чих выходят. И его здесь подрывает. На плюс-сетиве делает неплохой минус по Аризоне. И Рико Набарван на прежнем живет на втором этаже. У нас дистракт неплохо работает по троечке. Ну и с Джактоном здесь вдвоем могут еще наломать дров. Если будут выходить в эту хорошую хаешку, падает с Джактоном под ноги. Но убегает, убегает на бусты и спасает себя от взрыва на хаешке. Но металлитет здесь спину должен забирать. И как не забирает спину? Ой-ой-ой. Но все-таки забрал дистракт. Тем временем не отвечает минусом по 505. И остаются они вдвоем с Рико против пионера металлитета и с Тиосика. Но под мидл или под лонг пойдут. Дистракт смещается у нас. Семью хп смотреть Аркаду. Ну и Рико Набарман. Думают, думают. Ребята, пока что куда им пойти? 7 хп, конечно, у Дистракта очень жестко. Но даже не знаю. Попробовать пойти сплетануть мидл в Альфу. Вот такое. Там и Стиви с кишки смотрит, и пионер на железе, в случае чего он быстро прибежит. Ну вот Рико начекал с Тиоса в Альфе. Ну и дает информацию Дистракту. Но Стиви действует со снайперской витовкой очень динамично. Он бегает постоянно, меняет на свое место позиции, чтобы его постоянно не спалили. Вот сейчас он стал уже закрытой в пленку, потому что понимает, наверное, что в кишку будут входить и кишку будут прессовать. Ну и в принципе таймер постепенно тикает. Не в пользу команды Аксесса. И, видимо, это будет захват в Альфу. Или же убегут в бету. Дистракт вместе с Рико Номер Ваном смещаются под мидл. И это бета. Это бета, кстати. И здесь менталитет один будет противостоять сразу думу азербайджанским стрелкам. Но получится ли у менталитета удержать натиск этих парней? Увидим прямо сейчас. Первый пошел. Ну и Рико Номер Ван также у нас, скорее всего, отлетает. 3 кп у Рико остается. Менталитет просто спитон и выдобривает. Это 12-11. И еще один матчпоинт у команды Аксесс имеется. Ну что ж, неплохо-неплохо. Довольно-таки уверенно сейчас парни отыграют. Прошу прощения за фейл. В не то горло пошло. Так, ну что ж, здесь у нас Дистракт уже делает опенфраг по 505. И Аризона довольно-таки рыдовый. Зря, зря сейчас Тимоха взрывает свою сишку. Просто нету никакой надежды на дополнительную какую-то внезапную хелпу. Но здесь менталитет просто хоронит троих оппонентов. Что, ну ладно, парни, типа отдыхайте, так уж и быть. Также Стив должен сбрасывать сейчас информацию по Рико Номер Ван. И Рико остался соло против троих игроков коллектива Five Elements. Ну что ж. Посмотрим. Зачекал Стив. Ну и... Здесь менталитет, в принципе, также сшитый вместе с Астиосом. Если сейчас Рико отключает двоих своих оппонентов, то остается один-на-один против Пионера. Зачекал менталитета. Ну и, собственно, сейчас менталитет будет до последнего держать своего визави. И спасает шапка Рико, везучий парень, ну и уходит под песок. Сейчас у менталитета вновь есть информация, но и здесь Стивоз просто уничтожает своего оппонента. 12-12, вторая серия допов. Ну кто-то же здесь все-таки должен выиграть. Ну и у кого нервы окажутся более сильными, у кого они стальнее, ну, тот и победит, соответственно. Что же, поехали сразу в сменку сторон. Теперь Five Elements снова играют за атаку Аксесса в обороне. Ну и допустит ли брешь в своей обороне команда Аксесс. Или же все-таки менталитет здесь превзойдут своих оппонентов и заберут сухую. Кстати, сухую достаточно это будет сильный задел. То есть это нужно будет максимум один раунд забрать в обороне и вы побеждаете. Ну а если же нет, если Аксесса здесь побеждает, то мы перейдем на третью карту. И там уже действительно будет что-то, нечто кровопролитное. Потому что Аризона, ждем тебя. И приступаем к обзору третьей серии допов. Или какая-то уже, подожди. Вторая, вторая пока что. Да, вторая серия. Серия это смена и смена. А то опять серия, серия и смена. Да. Вторая серия допов стартует прямо сейчас. И ребятки, всем привет еще раз, кто сейчас на стриме. Позитива вам в уши. Ну и конечно же, всего самого наилучшего. С вами по-прежнему я, Герман Громов и Максим Качеев. Ну что, менталитеты или Аксесс? Менталитеты? Ой, менталитеты. Элементы. Five Elements или... Ну там есть менталитет просто. Менталитеты. Так, ну что ж, окей. Давайте посмотрим, как коллектив Аксесс будут сейчас обороняться. Ну и собственно, какова же будет атака от коллектива Five Elements. Парни сейчас должны забирать максимальное количество раундов в свою копилку. Иначе у них могут быть огромные проблемы. Менталитет откидывает довольно-таки результативную. Хаешку ставит кутшот по дистракту. Просто без всяких каких-то угрызений. Но нет информации по Чику. И здесь Чик довольно-таки коварно отыгрывает. Тимоха откидывает Хаешку. Забирает Рико по Аризоне. Залетает минус от Пионера. Ну и здесь Чик отлетает. Это Тимохина боковой. И этот раунд в копилке коллектива Five Elements довольно уверенно. Более чем уверенно, на самом деле. Но и сейчас с Аксессом уже ошибаться вообще нельзя. Если они дадут второй раунд за атаку, то на смене сторон у них будет одно право на ошибку. А это крайне мало. Если честно, он даже за... А, да. Только они вообще сейчас играют за оборону и проигрывают. Вот Менталитет снова находит опен фраг в лице Рико на правом. Это снова Альфа имеет проблемы у команды Аксесса. Действительно, большие проблемы. Менталитет здесь просто не щадит никого. И снова остается опять Джактон один. И у Джактона могут возникнуть вопросы. А что делать дальше? А что делать сейчас? Потому что четыре игрока в живых против него. И я думаю, здесь можно просто принять смерть. Но не так просто. Все у Джактона делает минус по 505. Сразу еще три игрока будут противостоять этому товарищу. И 24 секунды на таймере. Есть еще немножко время подумать, как же зайти, как же прочекать. Но здесь без вариантов. Если честно, сразу три игрока его встречали. И счет становится 14-12 в пользу Файфельмера. Менталитет сейчас очень сильно накаляет ситуацию для своих оппонентов. Просто разозлили парня. Держите меня, Семера. Летит вперед. Ну вот сейчас спанулся. А так залетает постоянно с Суашками. И он показывает, что он что-то знает про данный девайс. Причем очень неплохо с них уничтожает. 505-й тем временем находит опенфраг в лице Щика. 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 И здесь Аризона. С Суашками попытался противостоять 505-му, но нет, не задается. Здесь парни просто рвут своих оппонентов. Сухой, сухой раунд. Видишь, менталитет сыграл 7 к 1. Я же не зря сказал, менталитеты. Да. Ну ладно. Окей, уговорили. А куда уходишь? Ну, видать, крашу одного. Игрока нет, Аризона здесь. Здесь Аризона. Перед началом вообще данной карты я написал пионеру то, что настало его время. И он отыграл причем основное время, да, так скажем, без допов. Причем очень неплохо. 10-3 настрелял на первой половине. И что-то 7... Нет, даже больше 7, а за 11 там уже завалило. Ну, в общем, довольно-таки продуктивно отбегал. И сейчас ты еще такой менталитет. И менталитет начинает уничтожать сразу же на дополнительных раундах. Ну что ж. Символично все. Да, да, все символично. И посмотрим, что сейчас будут делать акцессы. Главное, чтобы они не словили минус мораль. Это просто вот самый важный компонент. Это мораль в команде. Если она начинает падать, то это все. Это пиши пропало. Можно сразу же писать. Парни, все, мы сдаемся. Забирайте сами карты и так далее и тому подобное. Ну что ж. Окей. Давайте посмотрим, что будет далее. Но здесь, скорее всего, опять же, работа пойдет через лонг от коллектива Акцесс. Но 505-й отвечает минусом по Аризоне. Просто его ничего не смущает. Пошла работа на песок. Здесь Тимоха принимает Джактона. По Чику уже есть информация. Менталитет должен принимать своего оппонента в бете. Пошла активная перестрелка. Менталитет дает минус по Чику. Тимоха также хоронит Дистрактона. И здесь остается соло-один Рика. Ну вот это вот... Ну зачем, парни, вы выходите... Прикиньте бы сейчас, Рика просто потащил бы раунд. Но... Нет. Этого не происходит. Все-таки на второй серии допов. Это 15... Ой, 16-12, да? Да. Вторая карта в копилке коллектива Five Elements. Ну и, собственно... Кто там? Может кто-нибудь победил? Нет. Ванга. Ванга стайл. Кодик в чат. Так, ну что ж. Окей. Кодик полетит в чатик, дорогие друзья. Без последней цифры. Ну а мы выходим на музыкальную паузу. И вернемся к вам уже с нашими коллективами, которые упали за сегодня в сеточку лузеров. Не скучаем, дорогие друзья. Я на связи по-прежнему Алена Фогейму, у микрофона я Максим Чеев и Герман Громов. До скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok